В эфире Азербайджанского телевидения новости в студии Ксения Анисимова. Здравствуйте. Президент Азербайджанской республики Ильха Малиев подписал распоряжение о некоторых мерах, связанных с продолжением работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Пиралахинского района города Баку. Согласно распоряжению, на эти цели Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделен 1 миллион монатов. На мировом рынке вновь наблюдается рост цен на сырую нефть. Цена азербайджанского черного золота превышает 127 долларов за баррель. В правительстве обсуждают вопросы пересмотра госбюджета и дополнений в связи с ростом нефтяных цен. Хотя в госбюджете на 2022 год цена за 1 баррель предусмотрена на уровне 50 долларов, но уже несколько месяцев средняя цена барреля превышает 100 долларов. Это позволит пополнить государственный бюджет еще большими средствами от нефтяного и нефтяного секторов. Происходящие в мире геополитические события решения обведения санкций против российской нефти на международном рынке ускорили рост цен на черное золото. На аукционах августовские фьючерсы на нефть марки Brent проданы за 119 долларов 51 цент. Цена на Азире Лайт выросла на 0,95% и составила 127 долларов 13 центов за 1 баррель. Эксперты говорят, что напряженность на рынке подталкивает нефтетрейдеров к повышению цен. Покупатели хотят закупить еще больше нефти, чтобы иметь достаточные резервы на случай нехватки. В настоящее время российская нефть в основном экспортируется на восток, в Индию и Китай, что стимулирует приток нефти другими экспортерами в западные страны. Сегодня растут нереальные объемы. На политическом фоне происходит рост цен и снижение объемов газа. Но через некоторое время в любом случае мы увидим баланс. Однако это требует некоторое время. К концу года в любом случае цены на энергоносители на мировом рынке останутся высокими. Это проявляется в том, что в соответствии с поручением президента Ильхама Элиева на очередном заседании экономического совета отраслевым ведомствам были даны поручения о внесении дополнений в государственный бюджет на 2022 год. После получения от этих структур предложений проект будет представлен главе государства на рассмотрение. Затем в соответствии с законом о бюджетной системе законопроект будет вынесен на обсуждение в милимич лес. Высокие цены на нефть означают повышение доходов Азербайджана. В госбюджете на 2022 год цена на нефть заложена на уровне 50 долларов за один баррель. А сейчас показатель прибыли в прогноз почти вдвое. Милимич лес сможет нести изменения в госбюджет и, соответственно, увеличить расходы, чтобы Азербайджан мог использовать международную ситуацию на мировых рынках для собственного развития. Аналитики говорят, что после представления в парламент проекта поправок можно будет провести более детальное обсуждение в этом направлении. Поскольку дальнейшее укрепление системы социального обеспечения находится в центре особого внимания руководства страны, не исключено, что в этом направлении будет выделено больше средств. С другой стороны, ожидается увеличение объема средств, направляемых на расширение экономической активности, потому что увеличение бюджетных возможностей позволяет направлять больше средств на социально-экономические цели. Алирзаев, Сабин Алиева, Новости Астовы. Армения под разными предлогами продолжает затягивать реализацию Зенгизурского коридора. Об этом заявил министр иностранных дел Дженгуб Айрамов в интервью агентству «Анадолу». Согласно двустороннему заявлению, это ответственность Армении, обязанность Армении. И сегодня здесь ситуация и картина довольно ясна всем. Но если мы говорим о конкретных результатах, их пока нет. Потому что нет подписанного документа, и армянская сторона под разными предлогами затягивает вопрос уже почти полтора года. Проведены тактические учения с боевой стрельбой с участием расчетов самоходных гаубиц ракетно-артиллерийских подразделений сухопутных войск Азербайджанской армии. Согласно плану учений, подразделения, осуществляющие огневую поддержку, были выведены из пунктов постоянной дислокации в районы сосредоточения, заняв резервные огневые и стартовые позиции. На учениях, проведенных в соответствии с условиями реального боя, успешно выполнены задачи по уничтожению цели условного противника точным огнем. Азербайджанские строители после длительной армянской оккупации возрождают улицы Шуши. Об этом говорится в посвященном городу Шуша репортаже одного из самых популярных мировых информационных агентств Ретерс. В материале отмечается, что территории вокруг города в свое время прослыли азербайджанской Швейцарии из-за лисистых холмов и мягкого климата. Освобожденная полтора года назад азербайджанской армией Шуша, город из которого в 1992 году армяне изгнали 15-тысячное азербайджанское население и оккупировали его. Также отмечается, что уже восстановлены здания местной исполнительной власти, управление полицией и глапоштамта, ведутся восстановительные работы вокруг мечети Гет-Харага. Строительство трех отелей позволило правительству Азербайджана выбрать Шушу местом проведения ежегодной конференции «Бакинская энергетическая неделя». Говорится в материале. Ситуация в Украине остается напряженной. Тяжелые бои идут не только на востоке, но и на юге страны. Офис президента Украины дал пистемистический прогноз относительно хода войны. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что в течение недели Славянск может быть окружен российскими войсками. Осада Славянска уже в ближайшем будущем. А наши войска на севере реки Северный Донецк будут либо разгромлены, либо отведены на южный берег, подчеркнул Арестович. По его предположению, в течение недели российские войска возьмут Светогорск, и чтобы перерезать дорогу на Славянск, начнут продвигаться от Изюма в Барвенково. Британская разведка также считает, что обстреляв город Изюм, российская сторона намерно укрепится на северном направлении. Сообщается, что Россия продвинулась и на южном направлении. Город Николаев подвергается интенсивному артиллерийскому обстрелу. По словам официального представителя Министерства обороны России Игоря Коношенкова, за минувшие сутки под Краматорском ракетные артиллерийские войска уничтожили три пусковые установки украинской системы ПВО С-300, 10 бронемашин и три установки реактивной системы залпового огня «Град». Против России и Белоруссии из-за войны санкции расширяются. Правительство Новой Зеландии объявило о новом пакете санкций против «Газпрома» и ряда других российских государственных предприятий и оборонных ведомств. Об этом сообщает Министерство иностранных дел этой страны. Отмечается, что новый санкционный список добавлено 38 российских и 6 белорусских компаний. Япония же добавила санкционный список «Руссельхозбанк», «Московский кредитный банк» и белорусский «Белинвестбанк». Подчеркивается, что активы этих банков будут заморожены. Кроме того, запрет на экспорт будет распространяться на товары, способствующие укреплению промышленной базы России. Тем временем Государственная Дума приняла пакет законов о неисполнении решений Европейского суда по правам человека в Российской Федерации. Согласно поправкам, решения Европейского суда по правам человека после 15 марта исполняться не будут. На основании решений Европейского суда по правам человека компенсация будет выплачиваться только в рублях и только на счета в российских банках. В то же время Генеральная прокуратура России сможет выплатить заявителю денежную компенсацию до 1 января 2023 года в соответствии с решением Европейского суда. Закон также предусматривает, что решения суда больше не будут являться основанием для пересмотра решений, вынесенных российскими судами. Гуманитарная ситуация в Украине превращается в кризис торговли людьми. С таким заявлением выступила спецпредставитель ООН по вопросам сексуального насилия Прамилла Паттен. По ее словам, спасающиеся от климата конфликта женщины и дети становятся объектами торговли и эксплуатации. В некоторых случаях они подвергаются другим рискам в поисках убежища. По мнению Паттен, решение этой проблемы требуется создачение шагов на уровне европейских институтов, комплексных действий, гуманитарных партнеров, правоохранительных органов, пограничных миграционных служб и политических лидеров. Ежегодно 7 июня отмечается Всемирный день безопасности пищевых продуктов. Основная цель учреждения этой даты – внести вклад в продовольственную безопасность, охрану здоровья человека и развитие сельскохозяйственного производства, сосредоточив внимание на выявлении в своевременном предотвращении и надлежащем управлении пищевыми рисками. Тему продолжит мой коллега Рауф Мамедов. В связи с этой международной датой в Институте пищевой безопасности при Агентстве от продовольственной безопасности прошел День открытых дверей. План деятельности этого года отмечается уже в четвертый раз по всему миру под девизом «Здоровое питание и более здоровая жизнь». В рамках этого мероприятия обычные граждане, производители и всех, кого интересует пищевая безопасность, сегодня посетили наши лаборатории. Они ознакомились с материально-технической базой, которая у нас имеется. Кроме того, мы ознакомили их с методами, международными методами, которые внедряются в наши лаборатории. Безопасное производство продуктов питания приносит пользу планете, а также мировой экономике за счет сокращения потерь и порти пищевых продуктов, а также снижение нагрузки на системы здравоохранения. Сегодняшняя акция имела цель привлечения внимания к необходимым мерам по своевременному выявлению и предотвращению риска в данной сфере, а также информирование широкой аудитории о работе, проводимой в этом направлении в нашей стране. Основным назначением лаборатории с современной материально-технической базой и профессиональным персоналом является проведение проверок по импорту и экспорту, а также безопасности и минимальных показателей качества пищевых продуктов, производимых в стране, обеспечения ветеринарной и фотосанитарной безопасности. В настоящее время функционируют 16 лабораторий и региональных управлений по экспертизе безопасности пищевых продуктов, здоровья животных и растений на всех этапах пищевой цепи. В ходе дня открытых дверей его участники осмотрели лаборатории института и ознакомились с их материально-технической базой. Они также приняли участие в процессе инспекции пищевых продуктов и визуально наблюдали все этапы продовольствия с момента его поступления в лаборатории до окончательных результатов экспертизы. У нас остались очень глубокие впечатления. Мы посетили лаборатории, где нас очень интересно проинформировали, начиная испытаниями над гомоопродуктами и заканчивая над пестицидами. Сегодня мы ознакомились с тем, какие работы и исследования ведутся в этих лабораториях. Также нас проинформировали об оборудовании и принципах их работы. Отметим, что сегодня 188 стран мира сотрудничают в области международных стандартов, руководств и правил применения кодекса Алиментариус или Продовольственного кодекса, который играет важную роль в обеспечении безопасности, качества и справедливости международной торговли пищевыми продуктами. А теперь о маленьких производителях одного из самых полезных продуктов питания – медом. Разновидность знаменитой серой горной кавказской пчелы обнаружена только в одном из 46 районов нашей страны, в Загатале. Именно поэтому здесь создано племенное пчеловодческое хозяйство, что позволит сохранить и увеличить генофонд этой разновидности пчел. Подробности в следующем видеоматериале из живописного уголка Азербайджана. Вот она, всемирно известная серая горная кавказская пчела. В ходе проведенных по всей стране исследований выяснилось, что эта порода пчел, которая отличается трудолюбием и продуктивностью, в чистом виде сохранилась только лишь в Загатале. Благодаря расположению района у подножия гор Большого Кавказского хребта, а также его богатой природе, процесс полного исчезновения этой породы пчел был предотвращен. Они сохранились в небольшом количестве. Для сохранения генофонда этой разновидности крылатых-тружеников в предгорной зоне в 6 километрах от самого отдаленного населенного пункта Загаталы создано племенное пчеловодческое хозяйство. Причиной, по которой племенное пчеловодческое хозяйство пришлось создавать вдали от населенных пунктов и в условиях относительной изоляции, является то, что чистокровные серые горные кавказские пчелы не должны спариваться с другими породами пчел. Траектория их полета не должна превышать 6 километров. В настоящее время в нашем хозяйстве 110 семейств серых горных кавказских пчел, а ретирочно должно быть 300 пчелиных семейств. Три года, пять лет, я бы даже сказал, еще больше времени требуется, чтобы мы смогли распространить и увеличить популяцию этой породы пчел в каждом регионе Азербайджана. Серая горная кавказская пчела, кроме меда, способна собирать и другие продукты пчеловодства, прополис, цветочную пыльцу, более качественно, чем другие породы пчел. Если мы сможем добиться увеличения популяции серых горных кавказских пчел, нам удастся собрать больше таких продуктов пчеловодства. В будущем в Турции будут организованы курсы по селекции серой горной кавказской породы пчел, и наши пчеловоды смогут воспользоваться новыми знаниями, применить их в своих хозяйствах. Нигиар Давудова, Кемаля СИС, Новости АС-ТВ. И сегодня во многих домах можно встретить старинные предметы быта, изготовленные из меди. А эту утварь, оставшуюся нам в наследство от бабушек и дедушек, необходимо периодически чинить и лудить. Но найти лудильщика – дело непростое. Это ремесло также постепенно изживая себя в связи с тем, что используемых в обиходе медных изделий становится все меньше. Продолжение темы в видеоматериале «Ишики». Самовар, ковш, поднос, кастрюля и многие другие медные изделия достались нам из прошлого. Когда возникает необходимость в ремонте подобных предметов, возраст которых составляет столетие, начинаются поиски лудильщика. Сейчас нелегко найти тех, кто занимается этим ремеслом. Низамина Стафаев, в мастерской, у которого мы находимся, работает «Шики». Он и лудильщик, и медник. В «Шики» с незапамятных времен были ремесленники, лудильщики, медники. Мой отец и дедушка занимались этим ремеслом. Эта мастерская действует с 1975 года. Мой отец здесь работал. Теперь, после его кончины, в этой мастерской работаю я. В чем разница между лудильщиком и медником? Тот, кто изготавливает предметы из меди, называется медником. А тот, кто ремонтирует и чистит их, называется лудильщиком. Ремесло лудильщика со временем получило широкое распространение в Баку, Губе, Шики, Гяндже, Нахчеване, Шамахе и Лахидже. Даже сейчас в некоторых городах и районах есть лудильные мастерские. Самовар, который вы видите, старинный. Мы используем его на разных торжествах и церемониях. Сегодня мы привезли его на ремонт. Мы слышали, что в Шике есть мастер. Если в мастерскую продолжают приходить клиенты, значит, некоторые семьи до сих пор используют медные предметы в быту. Многие из этих предметов мы впервые увидели в мастерской лудильщика Низами. Это бадья. Сейчас она используется только на свадьбах. Ее дают невесте в качестве приданного. За бадьей приезжают друзья жениха. Раньше в этой посуде ели первые блюда. Сейчас медные предметы чаще всего можно увидеть в музеях. Это утварь, которая когда-то была неотъемлемой частью нашей кухни, теперь становится экспонатами. Кувшины использовались в быту. Обычно, идя к роднику за водой, наши девушки покрывали головы келагаи. А по объему кувшина можно было определить их возраст. Можно было понять, замужем девушка или нет. Преданной невесте вместе с кувшином давали также медные кастрюли трех разных объемов. Для долмы, госбаша и самую большую – для плова. В единственном музее народно-прикладных искусств, который находится в городе Шеки, выставлены десятки интересных изделий из меди. Также в этом музее есть экспонат, который относится к 18 веку. Во всех приключенческих детективных фильмах мы видели, что именно в таком тросте скрыто холодное оружие. Но этот трост имеет другое предназначение. Этот трост принадлежал мастеру, который занимался измерениями. В этом тросте есть линейка, которая измеряется в аршинах, а также скрытая линейка, которая измеряет углы. Данный экспонат музея вызывает интерес у многих. Эта трость была изготовлена в 18 веке и принадлежала какому-то художнику или архитектору. Ее особенность в том, что по своей сути она является линейкой. Здесь размеры указаны в аршинах, можно измерять также скрытые углы. В Шаке, известном и как розина ремесленников, закрылись многие лудильные и медные мастерские, потому что медная посуда потеряла свою актуальность в быту. Очень жаль, знатоки подтвердят, ничто не может заменить бытовые предметы из меди. Алис Амедов, Ровшан Ильясов, Ибрагим Мустафаев, Сабина Алиева, Новости Астер. К другим темам. В Азербайджане еще 10 человек заразились коронавирусом, 7 вылечились, 1 скончался. По сегодняшний день в нашей стране коронавирусом заразились 792 820 человек, 9 714 скончались. Продолжает лечение 57 человек. За последние сутки проведено 2508, всего же 6 911 894 теста. Об этом сообщает оперативный штаб при Кабинете министров. Между тем, обнародованы последние данные и в связи с вакцинацией против COVID-19. В нашей стране за сутки было привито 2340 человек. Кольчество вакцинированных на первом этапе составляет 333, на втором 226 человек. Кольчество вакцинированных на третьем и следующем этапах 1588. А число вакцинированных бустерной дозой после позитивного результата 193 человека. Общее количество использованных вакцин 13 736 177 доз. Продолжение следует...